Здравствуйте! Вот техника микроскопии, разглядыванием маленьких объектов, за несколько столетий достигла вершин необыкновенных. Ну, вот мне рассказывали, например, что как хорошо все разглядывать. Есть такое, называется, явление масляная иммерсия. Из старого всего, что я когда-то видел, меня это больше всего впечатляет. Вот как вы разглядите то, что происходит под стеклом предметным. Там под стеклом предметным, там какой-то вот у вас объект, и вам нужно сильно увеличить. Но как? Вот для этого делается масляная иммерсия. Между предметным стеклом и линзой объектива капелька специальной жидкости, масла, как правило. Вот это вот так, чтобы коэффициент преломления объектива, стекла, чтобы они совпадали, и свет, не рассеиваясь на этих вот гранях, не отражаясь, а хорошенько он преломлялся и попадал куда следует. Вот. Но это все очень слабенько выглядит на фоне того, что позволяет сделать электронную микроскопию. Ну, вы помните такие слова ученые, что есть такой предел, который лимитирует размер объекта, который можно разглядеть в оптическом диапазоне. Размер объекта, ну, примерно равен длине волны. Ну, как вот волна из моря идет, а тут камень лежит. Ну, что это? Или столб торчит из воды. Он не помешает, да? А вот если будет пирс такой, сравнимый с длиной волны, оп, все, в него разобьется. И отразится назад. Вот мы ее сможем увидеть, эту волну отраженную. Как сделать мельче? А там такие всякие слова из заклинания, длина волны Дебройля, да, о том, что импульс частицы, да, он связан с длиной волны. Чем больше импульс частицы, тем меньше длина волны, что частица ведет себя, как волна. Вот медленно движущаяся частица ведет себя, как длинноволновое излучение. Но действительно так в квантовой механике есть. А быстро движущиеся коротковолновые. Электронный микроскоп. Быстро движущиеся электроны играют роль лучиков света. Эти лучики света могут выделить детали объекта, да, так сказать, задержаться, отразиться от деталей объекта. Вот этих размеров сравнимых, или больше, чем длина их волны, да. Ну что такое длина волны? Чем меньше длина волны, а это как раз и нужно для электронной микроскопии, чтобы всякие там ангстремы увидеть, тем больше энергии электронов. И простите меня, эти электроны первым делом что будут делать? Они будут разрушать объект. Убьет это электронное излучение эту несчастную клеточку маленькую. Мы же клетку будем разглядывать, да? Наверняка что-то мелкое. Но не букашку же целиком. Это уж слишком просто. Что-то мелкое. Как быть? Ну, во-первых, сама технология. А как закрепить эту так клетку, так, чтобы на ней прицелиться можно было легко? Вот оказывается, вот в этой вот электронной микроскопии, я даже не знаю, что тут главное, электронная микроскопия или криомикроскопия, используются замороженные объекты. Вот представьте себе, так сказать, мысленный эксперимент. Такой вот сито, ячейки. Ячейки размером микрон. Представили себе, да? Микрон – это примерно длина волны, так сказать, коротковолнового инфракрасного излучения. Ну, это углеродная ткань, да? И в ней вот эти вот ячейки между волокнами. Это я вам так предлагаю сделать, например, как вариант. Представили себе, да? И вот эта углеродная ткань заполняется жидкостью. В этой жидкости вот оплавают свободно те объекты, которые мы собираемся сейчас микроскопировать, да? Лишнюю жидкость в грани убирают. Нужна специальная ткань, чтобы на ней это снаружи не залипалось. Только вот в этих вот ячейках между волокнами там есть жидкость. Как она натянулась, как мыльная пена, да? А потом эту ткань резко опускают в очень сильно охлажденную жидкость. Не в азот. Это какой-то жидкий газ, ну, типа пентан какой-нибудь, да? Этан, вот что-то в этом роде. Углеводородный газ. И там резко все это замораживается. И вот в этой среде-то и проводится исследование. Вот поэтому я и сказал, криомикроскопия. Удачи вам, всех благ.